Сегодня 8 марта, а значит все для жен. В Нижних Атах так принято удивлять дам в праздник. Механизаторы, водители и даже большие начальники на день становятся музыкантами, поэтами или художниками. Кто во что гораст. Вот Камиль Хузнудинов сегодня баянист. Наша жизнь песня. Слава Богу. В этом он молодец, конечно. Поздравлять своих дам по-особенному это даже не традиция, а уже некая обязанность. Весь 70 лет этот колхоз назывался 8 марта, поэтому в гонку праздничных поздравлений до сих пор включаются почти все мужчины. Сейчас бы это назвали романтичным креативом. Женщинам это праздник романтичный должен быть, да ведь? За это мы делаем розы. Баня в этот день особенная. Повсюду лепестки роз и обязательно горячие уже до полудня. Чтобы благоверные не утруждали себя. Работой за дело берутся мужчины. С утра мы стоим. Не разбудим жену. Пускай спит. Мы все работаем. Все есть, все делаем. Сами делаем. Женщинам же уважать надо. Приятно сделать свою жену. А вот Альберт Ихстанов с утра с заготовкой. Вот-вот подоспеет коронные блюда. Манты специально для жены. О, почти готовый. После праздничного ужина он поведет супругу на концерт. В Нижних Атах это тоже традиция. 8 марта устраивает шоу в местном ДК. Только вряд ли жена знает, что в этот раз баян в руки возьмут специально для нее. Финальные штрихи перед главным концертом весны. Собираются все, потому что для нижнятынцев праздник уже давно общий. Долгие годы их знали как тружеников колхоза 8 марта. Назван именем 8 марта именно потому, что этот колхоз был образован в марте месяце. Пять певиц и двое музыкантов. Здесь это не считается феноменом, но, как говорят в руководстве поселения, в их селах дам всегда было больше. И хотя уже пару лет хозяйство называется иначе, но девочки по-прежнему здесь рождаются чаще. Сила слова, иначе и не скажешь. Рамиль Шайдулин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Арский район. Редактор субтитров А.Семкин